Мне очень нравится Blackpink. Мне нравится все, что они делают. Их музыка, их клипы, их костюмы, их макияжи. Я просто восхищаюсь ими. Но из всех девушек, Розе я люблю чуточку больше, чем всех остальных. Мне кажется, что она просто очаровательная, она очень красивая, очень харизматичная и очень милая. Так вот, сегодня я попытаюсь превратиться в k-pop-айдола, конкретнее в Розе. Всем привет, котики и кошечки. Меня зовут Яна. И сегодня мы с вами пошьем костюм, который был на Розе на прямой трансляции перед премьерой клипа How You Like That. Когда я увидела этот костюм, я сразу поняла, что очень-очень сильно хочу восшить, потому что он, во-первых, носибельный, я смогу его носить в повседневной жизни. Во-вторых, он очень круто выглядит и классно подчеркивает фигуру. И в-третьих, хотя это надо было, наверное, стать первым пунктом, потому что в нем была Розе. В общем, давайте не затягивать и скорее переходить к пошиву. Я нарисовала какой-никакой эскиз. И начать я решила со штанов, начать я решила с простого. Я уже приложила выкройку и понимаю, что либо выкройку нужно будет корректировать и делать менее объемными штаны, либо у меня просто не хватит ткани. Я переделала выкройку, теперь штаны на ткань помещаются. Вкладки, конечно, на мне лежат не настолько красиво, как на Розе, потому что она гораздо худее, чем я. Так что сейчас сниму все эти булавки, заново все размечу и переделаю. Всем привет! У меня очень небодрое утро. Сейчас я занимаюсь раскроем области ширинки. Я размечаю подкроель для ширинки, выбираю молнию. У меня есть два стремных варианта, а в магазин мне идти не хочется. Пока камера заряжалась, я еще успела выкроить карманы и выкроить подкрой для карманов. Сейчас я все это буду обрабатывать на оверлоке, соединяйте. В общем, у нас отключилось электричество. Соответственно, нормально что-то пошить у меня не получилось. И покушать тоже не получилось. И заодно мне нужно сходить за фурнитурой для топа. Поэтому мы вышли в небольшую прогулку. Крафтовый фастфуд дегустация. Ну вкусно! И по вкусу вкусно, и по сути вкусно. Это да. После этого и поработать не грех. Всем еще раз привет! Это вечер следующего дня. Снова дошиваю брюки. Я только что пришила к ним вот эти шлепочки, на которые будет цепляться пояс. Сейчас соединила нижнюю часть среднего шва, который под ширинкой идет. И сейчас мне нужно будет сделать, собственно, ту операцию, после которой штаны будут окончательно похожи на штаны. Мне нужно соединить их по шаговому шву. И, собственно говоря, можно уже будет как-то хотя бы примерить и минимально понять, накосячила я или нет. Короче, я решила себе польстить и сшить штаны на размер меньше, чем на самом деле я есть. Мое пузо, которое приобрелось за время сидения за этим замечательным компом, за монтажами и работой в сфере СММ, и за поеданием чипсонов, бургеров и играми в Валорант, например, как бы это пузо, оно у меня есть. И я решила при прошиве штанов, что я хочу себе польстить, типа его у меня нет. Так вот, короче, ничего хорошего из этого не вышло. В целом, штаны просто восхитительные, я в них влюблена, они мне очень нравятся. И если эти штаны станут для меня мотиватором наконец-то заняться спортом, начать бегать и поменьше жира всякой гадостей, я буду только рада. Я доделала наконец-то штаны, я капец рада. Вот, в общем, вот что у меня получилось, можете сами посмотреть и написать, как вам нравится или не очень. Вариант не очень тоже принимается. Тебе нравятся мои штаны? Кошечка. Все понятно. Всем снова привет. У меня сегодня нет сил даже на макияж, поэтому я выгляжу вот так. Я полазила по инстаграму, посмотрела некоторые короткие инструкции по тому, как можно сделать такой топ. Вдохновилась, у меня появился какой-то настрой. И сейчас я буду моделировать этот топ на манекене. Я не очень хорошо в методе наколки и в макетировании, но мне придется, потому что другого варианта толком у меня нет. Давайте приступать. Я закончила моделировать свои выкрики. У меня готовы выкрика и рукава, и спинки, и всего вот этого вот сложного корсетного топа. Все готово, все замечательно. Давайте переходить к раскрою. В общем, сейчас я буду дублировать некоторые части корсета дублерином. У меня тут есть одна очень милая милота, которая моет свою лапку. Сейчас уже вечер, я продолжаю работать над корсетом. Некоторое время я отдыхала, ничего не делала. У меня пропала мотивация, пропало вдохновение. Такое случается, это нормально. И сейчас мне нужно будет сделать пометки на ткани, чтобы не перепутать верх с низом, правый бок с левым боком. Я сажусь за машинку, беру все части, которые мне нужно собрать, шью все, что можно прошить. Потом иду за утюг, начинаю все отпаривать, разглаживать и раскладывать швы. Снова набирается стопочка того, что нужно прошить, и я снова иду за машинку. И так много-много раз подряд, пока я не дошью. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, на сегодня я свои труды закончила. Самые сложные штуки я собрала. Сегодня уже утро. Шью я, значит, шью, и вдруг понимаю, что косточки для корсета у меня есть. А вот тональной ленты у меня нет. Сид любезно согласился съесть за тональной лентой, а я пока что буду дошивать то, что я могу сшить до того, как буду вшивать косточки. Пока я ждала Сида, и пока заряжалась моя камера, я уже пришила рукава. Сид привез мне тональную ленту. Сейчас отмерю необходимые кусочки тональной ленты и буду пришивать по вот этому нижнему изгибу чашечки. Я наконец-то все дошила. И давайте я вам скорее покажу, что у меня получилось. Большое вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. И раз уж вы уже здесь, можете на меня подписаться, также поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Это очень поможет в развитии канала. Также у меня есть много других похожих видео на тему шитья и макияжа. Можете посмотреть их тоже. А мы с вами увидимся совсем скоро в следующем видео. Всем еще раз большое спасибо за просмотр и пока!